Вот. Отлично. Соответственно, в какой направлении это у нас случилось? Наша задача — создать в России новую систему, которая уже начала создаваться в Европе с помощью наших партнеров компании YOLO. Это и разработчики приложений, это и разработчики проводить самих телефонов железо. Это различные сервисы и партнеры IT-интеграторы, которые выделяют систему. Мы видим себя однократнеративой Google и Apple, но, честно говоря, прошу правильное понятие. Кратнератива некоторая, хоть не гидится, и останется единственная новинка — речь не об этом. Сейчас, на самом деле, если мы посмотрим на на рынке, в правильной ситуации на рынке, есть эти две основные системы. Windows, наверное, сейчас уже немножко нелевантный пример. У них совершенно разные видос моделей. Google и Apple зарабатывают деньги совершенно на разных вещах. Apple зарабатывает на закрытой, продвинутой, хорошо проработанной экосистеме для понятелей, и на высокой наценке на продаваемые устройства. Google зарабатывает на поле с конформацией, его анализом, Big Data и так далее. На самом деле тот объем информации, который сейчас может собираться с помощью смартфонов, поражает воображение. И помимо развития технологии анализа больших данных, это открывает огромные возможности тех компаний, кто обладает этим данным. Но в нашем понимании все-таки не все готовы к данным делиться в том объеме, которое требуется сейчас. И многие видят в виде альтернативы. Это как и бизнес-приложение, так и полис-карелог. У нас, как я уже сказал в презентации, мы стали реагентами на полис. У нас открыл здесь офис. Желающих можно показать на самом деле. А мы сейчас активно набираем людей. Сейчас компания около 20, там еще больше 10 человек. У нас в планах в конце года приближается в цепи 50. При этом это именно программисты, это именно работники, инженеры. Мы участвуем во всех этапах разработки операционной системы. То есть речь не о польских приложениях, не только. Мы участвуем во всех этапах. Эти системы, начиная с адаптации под железо, ядровой системы, сервис безопасности, облачные сервисы и так далее. Мы стремимся занять свою нишу на российском рынке. У нас в ход на заявку мы проходим сейчас внесение в реестр российского пола. Я думаю, к концу августа вот и будем в нем. Это самый важный этап для правильного понимания возможности использовать систему. И речь идет в первую очередь о том, что мы готовы к обиду к кодам. Мы готовы к проверке системы запаса, с которыми на поле совпаделся недавно анализ системы. Мы, как компания небольшая и неналичная, готовы к большому количеству компромиссов с нашими партнерами и поиску совместных путей, совместных бизнес-моделей, которые интересны всем. Кому же может быть интересно? Это может быть интересно любому человеку, который пользуется телефоном, если он хочет строить устройство, которым он может управлять, не который управляет денег. Это может быть интересно в отдельных нишах, например, телефоны для детей и подростков, которые защищены в условиях нежелательного контента, которые позволяют отслеживать состояние ребенка, где он находится, для самых длиннейших решений на полу канала, которые позволяют чуть более детально и больше внимания победным пользователям и потребностям. Это может быть часть корпоративного сегмента, который нам интересен, как электромобильная платформа для построения целой системы приложений для оперативного пользователя. Кроме этого, это различные сферы жизни, которые традиционно отходят. Сейчас это есть, мне кажется, во всех сферах нашей деятельности. Телефоны участвуют в любых пейсах. Приходите на поезд, уже показывается не билет, а зачастую показывается паспорт, паспроводник отпускает полного паспорта. Вы приходите в банк, в любую очередь, в госуслуги, и все становится электронным. Электрон – это тот проводник, через который сейчас, наверное, больше половины поселения страны, на самом деле пользуется интернетом, пользуется интернетом кругом, взаимодействует между собой, взаимодействует со своими контрагентами, со своими деятельными, со своими родственниками. И поле для применения этого устройства, на самом деле, еще очень-очень широко. Если подумать, то сейчас в мире есть буквально пять персон систем, более-менее известных, с которыми три сильно известные две по поскольку поскольку. Да, это вариант Android, это iOS, это Windows, это Tizen, это ZepMission. При всем том масштабе, который отличает первых двух, первых трех от остальных, вариантов развития системы, вариантов развития своего участия в этом процессе, у нас достаточно много. И лично мне кажется, очень интересно принять участие в этом процессе. Ну, в принципе, видя всех вас здесь, я так понимаю, этот интерес. Присутствует он только с нашей стороны. Я думаю, Кирилл, надеюсь, смысл перейти к рассказу про саму систему, да, потому что будущие слова мы еще успеем сказать. Но мне кажется, интересно посмотреть именно, что себя представляет, если вы пишите, и как мы с этим будем эти дни работать. У меня будет еще несколько влюблений, наверное, ближе к концу и скажу. У нас есть планы по поиску своих будущих друзей и коллег. Среди вас 5,5,5 будет возможность пообщаться с нами в метод устройства. Ну, еще есть пара организационных вопросов, я, наверное, в конце их озвучу. Сейчас нет, не переключаться. Спасибо. Спасибо.